Привет, вы находитесь на канале по созданию игр и с вами по-прежнему Арталаски. Ну а прежде чем мы начнем, я хотел бы рекомендовать вам хорошего композитора, который за весьма приятную цену сделает вполне достойное музыкальное сопровождение для ваших игр. Ссылка на его группу в описании под роликом. И кстати, все это время играла его музыка. Ну а в самом начале я хотел бы исправить некоторые косяки из прошлых серий. А вот эти вот прорези, так сказать, в тени, о которых я говорил ранее, насколько мне удалось выяснить, не зависят от того, слиты ли вершины на модели, но, тем не менее, нашел решение, как это исправить, и на самом деле все оказалось намного проще. Нам, собственно, нужно открыть наш источник света, в данном случае Directional Light, и здесь поиграться с настройками BIOS, Normal BIOS, и уже будет понятно. А в принципе обычно влияет именно Normal BIOS, выкручиваем его на ноль, и у нас эти щели, так сказать, пропадают. Первый косяк поправили. Переходим к следующим. А, возможно, вы помните еще из прошлых видео, что при подборе монетки у нас не проигрывался звук, и, собственно, сами вот эти эффекты подбора, они тоже не исчезали, а продолжали проигрываться даже после подбора монетки. А вот, собственно, это тоже все очень легко исправляется. Для этого нам нужно зайти в скрипт. Напоминаю, у нас CoinScript, который висит, собственно, на монетке. Можно даже нажать вот здесь два раза. И, собственно, почему этот звук у нас не воспроизводился, ведь в коде, в принципе, все написано правильно, и никаких ошибок нет. На самом деле, все очень просто. Давайте пройдемся по цепочке действий. Значит, а если в триггер объекта попадает какой-то другой объект, и у этого объекта Tag Player, то есть, по сути, в триггер заходит игрок, начинается следующее действие. У нашего источника звука, который мы указывали вот здесь, то есть, напоминаю, вот он у нас, мы его сюда заранее уже повесили, мы у него вызываем функцию PlayOneShot. То есть, мы этой функции проигрываем звук всего один раз. И в этом файле, в этих скобках, в параметрах этой функции, мы уже указываем, какой клип, то есть, какой звук нам проиграть. Здесь можно поступить двумя способами. Первый способ, это вписать сюда функцию SoundSourceClip, но SoundSource здесь прокатит только в том случае, если у нас так называется переменная. То есть, если у нас переменная называлась бы как-нибудь по-другому, то, соответственно, и здесь у нас тоже было бы другое имя. Ну и, собственно, здесь, здесь, ну, думаю, с этим все понятно. То есть, мы опять же обращаемся к этому же самому компоненту, а конкретно мы будем обращаться к вот этой вот строчке AudioClip. То есть, мы можем элементарно поместить звук сюда, и в переменный клип, вот в этой переменной, конкретно у этого объекта будет как раз уже заранее висеть вот этот звук. То есть, по сути, нам уже в этом скрипте не понадобится использовать никакие дополнительные переменные, например, вот AudioClip. И для каких-то простых скриптов вроде этого, в принципе, это самый такой простой быстрый вариант. Либо вписать сюда уже эту самую переменную, как мы это, в принципе, делали в предыдущем видео. И тогда нам надо будет в эту переменную уже перетаскивать этот звук. Ну, думаю, с этим вы уже разобрались и так. Но, чтобы звук проигрывался, нам пока что следует убрать эту строчку. Потому что получается так, что у нас начинает проигрываться звук. Моментально, в эту же секунду, точнее даже миллисекунду, добавляется счет. То есть, плюс один к счету. В эту же миллисекунду практически создается уже эффект подбора монетки. И практически в эту же миллисекунду у нас этот объект удаляется. То есть, звук у нас элементарно не успевает произвестись. Давайте сохраним скрипт и просто в этом убедимся, чтобы не быть голословным. Бам! Оп! Все, звуки у нас отлично проигрываются, но не удаляются монетки. И появляются эти эффекты. Собственно, удалять-то нам их надо по-любому. А, соответственно, и эта строчка нам тоже нужна. А как быть в таком случае? Мы просто добавим задержку. То есть, этот объект у нас удалится не прям моментально, как только мы зайдем в триггер. А спустя какое-то количество времени. А, например, поставим здесь запятую, потому что параметр destroy, точнее функция, у нас принимает два параметра. Это, собственно, сам объект, который надо удалить. И параметр времени, который у нас имеет переменную float. И, собственно, в этом float мы и указываем задержку. Допустим, 0,5 секунд. Окей, сохраняем. Возвращаемся и проверяем. Отлично, у нас монетка подбирается. У нас она исчезает. А счет у нас также добавляется игроку. Так, где он у нас? Вот, счет уже у нас 5. И у нас все еще продолжают проигрываться эти частицы. Вот, собственно, исправим сейчас еще и это. Здесь у нас тоже есть несколько путей. Первый путь. Это добавить функцию создания этого эффекта в какую-либо переменную. Например, пропишем здесь gameObject. Равно и поставим вот эту функцию. Только для начала нам нужно сюда еще добавить какую-нибудь имя. То есть, по сути, мы задаем здесь переменную. Ну, пусть будет wfx. Отлично. Теперь мы прописываем еще одну функцию уничтожения. Destroy. И прописываем здесь, собственно, вот эту переменную wfx. То есть, мы будем удалять то, что находится в этой переменной. И так же устраиваем задержку где-то в одну секунду. Ну, а здесь у нас произойдет небольшой конфликт, потому что удаление wfx у нас будет через одну секунду, а удаление самой монетки через полсекунды. Но если удалится монетка, уже не будет выполняться предыдущая функция, которая все еще будет ждать. В принципе, мы можем это проверить. Подбираем монетки. То есть, монетки у нас удалились. И если вы успели заметить, то вы видели, что система частиц еще не успела проиграться до конца, а как ее будто бы просто вот так вот удалили. Ну, в принципе, так и произошло. Что ж, давайте поставим здесь тоже одну секунду, чтобы это было хотя бы одновременно. Сохраняем, возвращаемся. И сделаем еще кое-что. О чем тоже не следует забывать. А сам вот этот wfx у нас сейчас залуплен. И как бы забавно не звучало это на русском, то есть он у нас будет просто воспроизводиться циклически. И, возможно, вы заметили, что здесь у нас duration, длительность, длится целых 5 секунд. А у нас он удаляется аж через секунду. А мы здесь также выставляем значение 1, чтобы у нас сама эта эффектно длилась всего 1 секунду. Ну и давайте чуть-чуть подкорректируем, чтобы она у нас плавненько исчезала. Вот так. И еще немножко подкорректируем, просто добавим здесь несколько разных значений. И то же самое сделаем с времени жизни наших частиц. Все, теперь они выглядят уже посимпатичнее. И на этом можно остановиться. Не забываем нажать Apply, чтобы у нас все эти изменения сохранились уже на этом префабе. Иначе, если мы просто его здесь удалим, то никакие изменения на этот префаб у нас не перенеслись бы. Так, окей. Давайте посмотрим, что у нас получается. Подбираем монетку, видим эффекты. Но теперь у нас монетка исчезает тоже с такой вот задержкой. Можно, конечно, пойти на небольшую хитрость и в коде отключать саму модельку. То есть, чтобы эта моделька была невидима. Я бы даже сказал, что это небольшой такой костыль, но, в принципе, иногда это может пригодиться. Пропишем здесь приватную переменную, потому что, в принципе, в публичном доступе она нам не нужна. И сразу задаем ее тип, который, в принципе, у нас будет в виде компонента. Называем ее, как нам удобно. И не забываем прописать ее значение в старте. Теперь мы просто где-нибудь в свободном месте, можно даже после зачисления очков, прячем наш компонент. Точнее, сначала мы обращаемся к нашему компоненту Mesh. То есть, конкретно обращаемся к вот этому Mesh Renderer. А если кто еще не понял, то на модельке этот компонент выглядит вот таким вот образом. То есть, если его отключить, у нас видимость модели просто отключается. Кто-то может возразить, что почему бы не отключить именно сам Prefab, но как только мы отключим Prefab после вот этой строчки, когда мы его отключим, все остальные действия уже выполняться не будут. То есть, это равносильно тому, что мы уничтожим наш объект, но при этом мы не сможем ему прописать какую-либо задержку. Ну, только если с дополнительными переменными и дополнительными строчками кода, что, в принципе, это нам ни к чему. Итак, мы обращаемся к этому компоненту, а конкретно... А мы этот компонент можем просто-напросто отключить. И, значит, в чем хитрость? Сейчас мы подберем монетку, и у нас сразу же появится эффект подбора, сразу же исчезнет наш компонент, но при этом нормально воспроизведется звук. Так, и, наверное, заметили, что у нас сейчас было две монетки. На самом деле их было три, просто у одной уже был отключен меш-рендерер. А, стоп, он вообще был весь отключен. Так, ну, и теперь давайте добавим сюда какого-нибудь простенького моба, чтобы здесь уже было не так скучно. Я, значит, взял свою старенькую модельку для одного воксельного шутера. Ну, в принципе, из прошлых видео вы уже ее видели. Оставил ему только голову. И сейчас мы будем делать из него какого-нибудь такого персонажика. А, значит, повернем его так же по нулям везде. Вот здесь только оставим минус 90, потому что я его немножечко неправильно импортировал. И если я поставлю здесь все по нулям, он у нас будет вот так вот в пол. Ну, в принципе, это не особо страшно. Мы просто поворачиваем ее здесь на минус 90. Правой кнопкой нажимаем на сам этот объект и создаем пустой объект. И вот так вот его перемещаем. Называем зомби... как-нибудь зомби-хед. И, значит, что нам теперь осталось? Например, для начала нам вернуть стандартный шейдер. Вот так. Добавим ему сюда бокс-коллайдер. У нас размер автоматически подогнался по размеру модели. Создадим для него отдельный тег. Enemy. Это у нас будет враг. И зададим ему этот тег. Теперь проделаем вот что. А, создадим здесь еще один пустой объект и поместим в него эту голову. В этом объекте нам, в принципе, уже ничего менять не надо. Пока что. Переходим на самый верхний. Здесь у нас стоит минус 90. Здесь поставим 0. А вот уже здесь поставим минус 90. Так нам будет уже удобнее ориентироваться в пространстве. Определять, куда эта модель у нас уже смотрит. И давайте сделаем ему парочку простых анимаций. Перейдем обратно на компонент. На наш объект. Самый вот этот нижний, где у нас уже есть все вот эти компоненты. И добавим сюда новый, под названием Аниматор. Отлично. Теперь нажмем Ctrl-6, чтобы у нас появилась вот эта вот менюшка Animation. А ее просто изначально может здесь внизу не быть. Она может появиться где-нибудь в другом месте. А также можно вызвать через Windows Animation. Так, вот он. Ctrl-6 напоминаю. И нажимаем здесь Create. Создадим отдельную папку. И назовем нашу анимацию Idle, то есть бездействие. Добавим сюда параметр Transform Position. Хотя Position нам не надо, а вот допустим, а его размер вполне. У нас создалось два ключевых кадра. На нулевой секунде и на первой секунде. А нажимаем на кнопку Record. и теперь переместим наш ползунок куда-нибудь посередине. Перейдем в режим масштабирования, либо просто нажмем клавишу L и немного его вот так вот увеличим. Получится у нас что-то вроде такого. Это немножко перебор. А сделаем вот как. Мы его слегка просто увеличим по вертикали. Вот так. Отлично. Уже более такой живой. И теперь создаем новый клип. Это у нас будет движение. По сути, здесь можно сделать практически то же самое, только более интенсивно. Не забываем нажимать на кнопку Record. И здесь уже амплитуда будет как бы так побольше. И все это будет происходить побыстрее. Отлично. Добавим ему еще одну анимацию. Это у нас будет анимация атаки. Здесь уже добавим несколько разных параметров. Это у нас будет и Position, и Scale. Также где-нибудь на половине мы его увеличим. Так. Забыл нажать кнопку Record. Увеличиваем. Чуть-чуть отодвигаем. Давайте его... Всю вот эту вот штуку мы переместим куда-нибудь на 15-ю секунду. Теперь он у нас резко двигается вперед и резко сплющивается. И затем снова возвращается обратно. Посмотрим, что у нас получается. Ну, как будто он кусается. И, наконец, добавляем ему последнюю анимацию. Анимацию смерти. А здесь уже есть несколько вариантов. А если мы будем напрыгивать сверху на эту голову, то и логично сделать анимацию, в которой у нас как бы будет сплющиваться. Поэтому давайте так и сделаем. Вот так. И поместим это сюда. Где-то на 15-ю секунду. Так. Даже можно и побыстрее. Бум. Бум. Плюх. Отлично. Анимации мы заготовили. Теперь давайте немного поработаем с аниматором. Это у нас вот такая вот менюшка. Вызывается также через window. Каких-то горячих клавиш, как видите, не имеет. И очень важно, чтобы мы... Так, сейчас найдем тут порядочек. Так вот. Это очень важно, чтобы мы использовали именно тот аниматор, который мы думаем. Потому что зачастую, как это не странно, бывает такое, что мы изменяем один аниматор, а потом оказывается, что мы переключились на какой-то другой объект, у которого также есть свой аниматор, допустим, вот у монетки. И по невнимательности, так сказать, мы можем его изменить. А как это не странно, такое действительно бывает. Значит, сейчас у нас тут есть четыре разных анимации. И такая вот стоит машина. Пугаться не надо, здесь все очень и очень просто. Сразу проговорю про две нужные нам штуки. Это Entry и AnyState. Entry это, собственно, то, с чего будет начинаться наша анимация. То есть, по сути, как бы вход. Про Exceed мы еще поговорим отдельно, в других видео, потому что у него есть несколько интересных использований. Но сейчас, как бы, этим голову забивать не обязательно. И AnyState. Это, как бы, такое условие, что переход на любой из указанных, например, стрелочками на любую из этих анимаций у нас может происходить из абсолютно любого действия. Давайте сейчас эти стрелки уберем. Значит, сейчас вы видите стрелочку от Entry к нашей анимации идол, то есть, самую первую, которую мы сделали. И сейчас, если мы начнем так сказать, игру, мы увидим, что сейчас воспроизводится вот эта вот анимация. и видим, собственно, полосочку на вот этой вот анимации, которая показывает прогресс, то есть, как эта анимация воспроизводится. Окей. Если мы прямо сейчас сделаем переход, допустим, на атак, то как только эта анимация будет проиграна до конца, по этой стрелочке она пройдет на вот эту вот анимацию в атаке. Как видите, обратно она не возвращается, потому что у нас, опять же, не указано условие. То есть, у нас нету стрелочки обратно. Если мы ее поставим, то после того, как эта анимация проиграется, она по стрелочке перейдет обратно на первую. Но, нажав на эту стрелочку, мы можем задать определенные условия. Вот в этом стеке Conditions, чтобы анимация из бездействия в анимацию атаки происходила при каком-то определенном условии. Ну, например, чтобы игрок находился рядом, допустим. Вот. Эти условия мы с вами будем позже прописывать. А для начала создадим здесь несколько параметров. Нажимаем на вот этот плюсик, и нам понадобится параметр формата бул, то есть булевой операции, этак, атак, кому как удобнее, параметр формата триггер дай, то есть, по сути, смерть. Это такой вот параметр, который у нас воспроизводится всего лишь один раз. Как обычное срабатывание триггера. И возвращаясь к нашему параметру AnyState, если мы укажем, например, здесь стрелочку на анимацию атаки, то из любого из этих вот элементов у нас может воспроизводиться анимация атаки. При условии, например, что у нас в этой стрелочке будет прописано простите за каламбур какое-то условие. То есть, допустим, если у нас атака, которую мы здесь прописали, она равно true, то есть, равна истине. Но так как у нас, допустим, не может быть анимация атаки воспроизведена из-за анимации смерти, допустим, то нам как бы сейчас с этим заморачиваться тоже нету смысла. Окей. мы, можем там прописать условие, что если как бы персонаж не мертв, то воспроизвести. То есть, из-за этой анимации он уже и так и так не сможет воспроизвестись, а все остальные смогут. То есть, есть еще такой вариант. Но, опять же, забивать этим голову пока не надо. И добавим еще одну булевую операцию, точнее, переменную под названием move движение. и так у нас есть два условия. Атака, движение. Ну и также есть еще триггер смерти. И вот как раз со смертью у нас будет работать анистейт. То есть, абсолютно из любой из этих анимаций у нас может воспроизвестись анимация смерти. но при условии, что здесь у нас будет активен триггер. То есть, если мы этот триггер в коде вызовем, то в любой из этих, точнее, в любой момент из воспроизведения любой из этих анимаций, мы уже сможем воспроизвести вот эту конкретную анимацию. Про переходы тоже следует уже будет поговорить отдельно, потому что тема аниматора она достаточно обширная. Ну, а пока что мы настроим простенький такой аниматор, простенький контроллер, поставим стрелочки туда-сюда и, значит, думаем, может ли у нас атака воспроизводиться из анимации движения. Да, может, значит, стрелочки и туда и обратно у нас тоже надо поставить, потому что после атаки персонаж по сути может снова двигаться, а не просто стоять. И теперь мы задаем условия в этом треугольнике. Значит, из анимации бездействия в анимацию передвижения у нас должно быть активно условие Move. То есть Move должно быть равно истине. Соответственно, чтобы вернуться назад, у нас Move должен быть не равен истине. Теперь с атакой. Если у нас активен параметр Attack, то есть если он у нас тоже равен истине, то мы его воспроизводим. А теперь, чтобы вернуться обратно, нам нужно проверить два условия. Чтобы атака была равна неистине и чтобы движение тоже было равно неистине. т.е. Движение и атака в данном случае у нас ложь. Тогда мы просто будем стоять и бездействовать. В ином случае, а если у нас атака неактивна, но активно движение, то мы просто возвращаемся к анимации движения. от движения к атаке у нас достаточно одного параметра этак, чтобы оно тоже было равно true. Так, в принципе, мы этот аниматор уже закончили. Давайте его немножко потестируем. Только повернем голову на свет. И здесь очень важный момент поворачивать именно самый верхний объект. Давайте даже продублируем, чтобы у нас это было немножко более эффектно. Так, и пожалуй даже добавим им такой компонент как rigidbody. Чтобы они у нас имели элементарную физику и уже стояли на полу, так сказать. Добавим prefab. Отлично. Посмотрим, что у нас получается. Сразу переключимся на аниматор, чтобы немножко уже поиграться с этими анимациями. Что-то пошло не так. как это вообще здесь появилось. Я в степну случайно добавил немного не тот компонент, так как легонько промахнулся. И также есть очень важный момент. В параметре, точнее в компоненте анимация, проверьте параметр apply root motion, чтобы здесь он был активен, чтобы стояла галочка, иначе наша анимация просто не будет давать физике опуститься на пол. То есть координаты будут между собой конфликтовать и в итоге все-таки победит аниматор, ну и при всем при этом будут вызываться различные баги. Поэтому проверьте, чтобы здесь стояла галочка. и теперь возвращаемся к нашим этим головам. Так. А теперь давайте у нас здесь есть аниматор с параметрами и чтобы проверить правильно ли у нас здесь реализованы переходы, мы будем эти анимации переключать с помощью активации вот этих вот элементов. сейчас у нас не активен мув, поэтому если мы отключим параметр атаки, он у нас перейдет обратно в анимацию бездействия. Если у нас будет активен только мув, будет активна анимация движения. Если у нас будет активно два параметра, то у нас все-таки выиграет параметр этак, потому что он по стрелочке перейдет с мув на атаку и будет здесь до тех пор пока этот параметр у нас не отключится. И так как у нас активен мув, он снова перейдет на обычное движение. Отключаем движение и все, снова у нас бездействие. Активируем триггер смерти и у нас получается такая вот зацикленная анимация, которую кстати нам надо немножко исправить. Нажимаем вот здесь, чтобы у нас открылась анимация собственно в проекте, чтобы нам ее долго не искать. Нажимаем теперь на нее и луптайм мы отключаем. Во всех остальных в принципе можно луптайм оставить, кроме анимации атаки. Проверим еще раз. только сделаем это уже через сцену, так будет побыстрее. Активируем триггер и вот он у нас сломался. А теперь такой момент, что у нас здесь нету ни одной стрелочки, поэтому даже то, что у нас этот триггер собственно выключен и все эти параметры также у нас отключены, у нас эта анимация по сути является конечной. Ну в принципе для данной анимации так и надо. что касается второй головы, у нее соответственно уже свой аниматор, который пока еще до конечной точки у нас не дошел. И как видите, у нас даже после переключения параметра анимация начинается не сразу, а с какой-то задержкой. Это потому, что у нас здесь выставлен параметр has exit time. то есть у нас анимация будет проигрываться только после того, как предыдущая анимация будет проиграна до конца. Чтобы этого не было, мы эту галочку отсюда убираем. И теперь, если мы например включим снова move, то как видите переключается сразу. Данный параметр нам понадобится в анимации атаки. то есть у нас атака завершилась и после этого уже может переходить куда-либо в другие параметры, в другие анимации. Иначе у нас анимация может прерваться просто на пол пути и соответственно это будет просто выглядеть как непонятный рывок. Больше будет похоже именно на баг, чем на анимацию. Ну что ж, думаю с аниматором мы разобрались. а в следующем видео мы уже будем оживлять нашего персонажа чтобы он бегал за нами бил нас отнимал хп а мы соответственно могли убить его и если это видео вам понравилось подписывайтесь и ставьте лайки с вами был Арталаски пока не подписывайтесь подписывайтесь